Здравствуйте! Здравствуйте! Я Алексей Волков. И сегодня я хотел рассказать вам о формировании структур. Формирование структур во Вселенной на разных масштабах, начиная от космологического и заканчивая формированием галактик и внутригалактических объектов. На позавчерашней лекции мы с вами говорили о космологии и смотрели, как Вселенная начала расширяться и спустила космический микроволновый фон, когда она была вот такого возраста. Когда Вселенная была вот такого возраста, она испустила космический микроволновый фон и тогда Вселенная была удивительно однородной. Температура космического микроволнового фона испытывала флуктуации, связанные с неоднородностью Вселенной, которые были всего лишь порядка 10-4. Но за прошедшие с тех пор 13,7 или 13,8 миллиардов лет Вселенная стала ужасно неоднородной. Сейчас средняя плотность по Вселенной порядка 1 атома на кубический метр. То, что мы видим в нашей повседневной жизни порядка 10-30 атомов на кубический метр. Я могу ошибиться на несколько порядков, но так или иначе неоднородности плотности огромны. Вопрос, как эти неоднородности плотности возникли. Ну и вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Как из почти однородной Вселенной с маленькими неоднородностями, маленькими флуктуациями плотности в течение времени из-за гравитационных неустойчивостей сформировались структуры, в которые собралась почти вся видимая материя. И главный механизм формирования таких структур, главный механизм просто неустойчивости, называется Джинсовская неустойчивость. Поскольку она была открыта английским астрономом Джинсовом. Это теория, которая описывает, как в немного неоднородной Вселенной будет расти неустойчивость. Ну вот давайте себе представим такую картину. Была Вселенная, заполненная каким-то веществом, почти постоянной плотности. Вот какие-то частицы. Плотность их была одинакова почти всюду, но в такой-то области возникло маленькое уплотнение. Вот здесь частиц стало чуть больше, чем в других областях. Ну просто из-за каких-то случайных факторов. Из-за того, что частицы имеют конечный размер. Или в космологическом случае из-за того, что были изначально какие-то квадовые фруктуации плотности, которые потом сильно раздуло и влияются на больших размерах. Ну в силу какой-то фруктуации есть уплотнение. Что теперь происходит? В этом уплотнение больше массы. И соседние частицы испытывают притяжение вот этой большей массы более сильное, чем от всех других частей. И они начинают ускоряться в эту сторону. Они ускоряются и приходят сюда же, где масса уже и так была большая. Сначала масса была только немножко больше, чем в других подобных областях. Но за счет того, что она притягивает соседние частицы, эта маленькая неоднородность массы превращается в большую неоднородность массы, в огромную неоднородность массы, до тех пор, пока вся масса из окрестных областей не стечется в то место, где было вот это маленькое уплотнение. Вот это и называется вженцевская неустойчивость. Она приводит к тому, что изначально почти однородное раскаление плотности превращается в очень неоднородное. Есть процессы, которые могут противостоять этой вженцевской неустойчивости. Ну, например, если мы имеем дело не с отдельными частицами, которые почти покоятся, а имеем дело с газом, который способен испытывать давление, тогда это давление может противостоять Жаке. Именно эту теорию, на самом деле, и рассматривал Жинс около 1900 года. Он изучал неустойчивость не вот в таком ансамбле частиц, а неустойчивость в газе, в теплом газе, который подвержен самогравитации. И вот ему удалось доказать, что на больших масштабах гравитационная неустойчивость будет важнейшим фактором, и на больших масштабах неустойчивости будут возрастать. А на маленьких масштабах расстояния будет побеждать давление газа. Поэтому никакие маленькие структуры формироваться не смогут. Если мы берем вот эту избыточную массу в каком-то очень маленьком объеме, то вот этот объем сжиматься не станет. Потому что, когда он сжимается, тут возрастает давление частиц при амебатическом Жаке. И это у вас давление частиц останавливает сжатие и возвращает все назад к устойчивой одновременности. На маленьких масштабах такого не будет. На больших масштабах это будет. И граница между этими масштабами называется джинсерской длиной или джинсерской длиной волны. Ну вот это тот размер, который играет очень большую роль в формировании звезд, о котором мы будем говорить с вами и с ним завтра. Ну а сегодня у нас темная материя никакого давления не оказывает. это холодная темная материя в стандартной эксамонической модели. И ничего этому жадь и не противостоит. Поэтому неустойчивости растут на всех масштабах. Начиная от отдельных галактических галот и заканчивая группами галактик, скоплениями галактик и Вселенной в целом. Вот эта линейная теория, построенная джинсером, хорошо работает только пока неустойчивости малы. Когда неустойчивости становятся большими, то надо строить уже более точную теорию. Ну и такая теория, ну, пожалуй, самая успешная на данный момент модель нелинейного роста структур, была построена Прессом и Шехтером во второй половине XX века. Они рассматривали начальный этап роста структуры в рамках гжинсерской теории, но потом говорили, что как только неоднородность плотности стала порядка единицы, порядка всей средней плотности, мы перестаем рассматривать задачу дальше в джинсерской модели, а вместо этого заменяем все это одним галом какой-то усредненной плотности. Если бы они это не делали, продолжали бы дальше экстраполировать результаты джинса, полученные в линейном приближении, то все было бы очень плохо, они бы стали получать отрицательные плотности, плотности стремящейся к бесконечности экспоненциальной. Ну, они ввели такую обрезку стали заменять галом постоянной плотности, и таким образом им удалось посчитать вероятности слияния галом и получить распределение галом сформировавшихся во Вселенной по массе. Ну, вот здесь кто как примерно может увидеть такое галом, вот это конечная формула, полученная прессом и шектором, и вот график, простите, график, иллюстрирующий распределение масс галом по размерам. Ну, это галом может быть галом отдельной галактики, маленькой, большой, или, может быть, даже галом уже какого-то скопления галактики, которые с хорошей точностью можно считать слившимися в один большой эффект. Ну, и вот мы видим, что для маленьких масс, вот тут пошла масса, вот тут количество таких галом, для маленьких масс получится много таких галом, для больших масс будет мало. Ну, и вот здесь какое-то степенное распределение галом по массам, которое потом заменяется более быстрым спадом для сверхмассивных галом. Их оказывается очень... То есть, мало очень больших галом, много очень маленьких галом. Ну, вот эта теория, конечно же, основывается на большом количестве приближений. Она рассматривает только сферически-симметричные угол, причем осуществляется не вполне оправданный переход от двух сферически-симметричных угол сразу скачком через мгновенное слияние к одному сферически-симметричному уголу, хотя, конечно же, переход будет каким-то более плавным через несимметричные случаи. Но, как приближение, эта теория работает довольно хорошо. Ну, давайте поговорим на качественном уровне, что тут происходит. Первыми происходит формирование структур на самых маленьких масштабах. Потом эти структуры сливаются друг с другом, формируя галом все больших галом. Это можно представить как процесс, называемый деревьями смеяния. Мерчат вниз. Вот здесь, на этом деревне, время идет сверху вниз, а отдельные ветки соответствуют отдельным галактикам. Вы можете представлять себе, что это пространственная координат, а вот вниз пошла временная. Когда время было очень маленьким, то сформировались первые галом темной материи, которые соответствовали по массам довольно маленьким галактикам. Потом те галом, которые находились близко друг к другу, сливались. Вот эта веточка и эта свиница, потом эта и эта свиница. И получались галактики все больших масс. И вот происходили такие слияния до тех пор, пока все эти многочисленные маленькие галактики не слились в одну сверхгигантскую. Ну, вот через такие слияния рост галактики происходит. Причем основной вклад на самом деле дают слияния с карликовыми галактиками. Слияния галактик сопоставимых масс бывает довольно редко в истории галактики. И вот этот процесс вплоть до настоящего времени во Вселенной не остановился. То есть нельзя сказать, что вот тут ствол у нашего дерева, а там где-то растет другое дерево с отдельным стволом, и они не встретятся. Они когда-нибудь могут встретиться большое время спустя. Кроме того, здесь остается много маленьких побегов. И тут много маленьких побегов. Отдельные галактики, которые когда-то были далековато от нашей галактики, сейчас приближаются к ней и будут сливаться с ней и в будущем. То есть вот эти деревья продолжают расти вниз. Вот пример двух сливающихся галактик. Это галактики-антенна. Как их называют? Если бы у нас было очень темно, то мы могли бы тут видеть продолжение ветвей этих галактик сюда и сюда. То есть эти две галактики только столкнулись, вырвали друг из друга потоки звезд своими приливными силами и разбросали эти потоки довольно далеко. Право и лево получились как такие антенны. Ну, имеются в виду антенны не в нашем техническом смысле, а имеются в виду антенны, как на английском языке этим словом обозначают усы насекомых. Вот эта картинка была довольно похожа на них. Ну, раз не получилась эта картинка, давайте посмотрим на следующее. Прошлая картинка это было столкновение двух галактик сопоставимых масс, которое происходит довольно редко. А вот на этой картинке... Там можно свет где-то... Опять у нас хватает. О, так лучше. Давайте, может, снова вернемся на предыдущую. Нет, усиков не видно. Ну, тут чуть лучше. Тут на гигантскую галактику падает галактика гораздо меньшей массы. И приливными силами вот эта галактика меньшей массы растягивается в большой вот такой поток, который обвивает большую галактику несколько оборотов. Как это происходит? Ну, вот вы знаете, что Земля испытывает приливы со стороны Луны из-за того, что ближняя часть Земли притягивается к Луне сильнее, и сила притяжения побеждает центробежную силу. Дальше, ближняя часть Земли притягивается к Луне слабее, и там центробежная сила побеждает силу притяжения. Центр Земли притягивается как раз с такой силой, что центробежная сила уравновешивала там силу притяжения. И вот под действием увеличившейся силы притяжения и уменьшившейся центробежной силы ближняя к Луне часть Земли притягивается к Луне сильнее, дальняя часть Земли притягивается слабее и отталкивается от Земли, потому что центробежная сила там побеждает. Земля оказывается этим. Если бы Луна была гораздо более массивна, то эта вытянутость из Земли приводила к тому, что Земля очень сильно вытягивалась бы в этом направлении, а если бы гравитация Луны была еще сильнее, еще неоднороднее, то Землю могло бы разорвать. Это процесс, который спутники по отношению к своим планетам, конечно, не делают, но который астрономии все-таки наблюдают. Например, там иногда разрываются кометы, подходя довольно близко к Юпитеру, под действием его приливных сил. Иногда так разрываются, предполагают теоретики, звезды, подходя очень близко к черным дырам. Вот эти приливные силы могут разрывать объекты, которые подошли к какому-то другому объекту сопоставимой или большей плотности. Ну и вот если плотность вот этой галактики в несколько раз больше, чем плотность вот этой, то когда маленькая галактика подходит к большой, она начинает разрываться. Вытекание вещества из такого разрывающегося приливными силами объекта происходит через ближнюю и дальнюю точки. И вот это вытекающее вещество начинает двигаться вокруг центрального массивного тела уже с другой угловой скоростью. Поэтому часть вещества в своем движении по кругу вокруг галактики отстает от Харликовой галактики, часть опережает. И происходит такое навивание вот этого потока вокруг галактики. В каждый момент времени на массивную галактику падает много Харликовых галактик одновременно. Поэтому каждая галактика оказывается погружена в целое голову таких потоков, которые первое время хорошо проявляются по своей звездной плотности, но все равно увидеть их довольно тяжело. Потому что звездная плотность вот в этом потоке в любом случае намного порядка меньше, чем звездная плотность вот в этой галактике. Если мы смотрим откуда-нибудь издалека на всю эту картину, то мы видим яркую галактику посередине, которая своей яркостью практически затмевает все вот эти потоки. Их поверхностная яркость оказывается обычно слабее, чем то, что мы способны детектировать нашу тесну. И даже если мы смотрим сблизи, даже если мы смотрим изнутри, из вот этой галактики, и пытаемся увидеть эти потоки где-нибудь на небе, то все равно, когда мы смотрим, находясь внутри галактики, по пути мы видим много звезд, напишащих в нашей галактике. И нам оказывается очень тяжело отличить звезды нашей галактики от звезд, входящих в этот поток. Поэтому детектирование таких потоков оказывается довольно сложной задачей. Но последние годы эту задачу все-таки удается решать. Вот знаменитая работа десятилетней давности, выполненная с помощью Sloan Digital Sky Survey. Это телескоп, построенный на благотворительные обсносы фонда Альфа Бословна. И этот телескоп автоматически, без помощи человека, ночь за ночью, много сотен и даже тысяч ночей подряд, наблюдал небо, снимая спектры звезд и делая фотометрию звезд, то есть определяя яркость звезд в разных фильтрах аэропортических. И вот участок неба, который этот телескоп пронагридал. Здесь, из этого участка неба, были выброшены яркие звезды, и мы сконцентрировались только на самых слабых звездах. И вот эти слабые звезды оказались расположенными в виде отдельных потоков. Вот самый яркий из них, самый знаменитый, это поток Седжитериуса, поток Стрельца. Ой, да, да, Стрельца. Вот два других потока, ну их вид до хуже, но они там тоже есть, если присмотреться нам глазами, и если присмотреться к их данным, полученным телескопом, может быть, у нас есть какие-то математические методы анализа данных. И таким образом удается наблюдать действительно какие-то потоки, которые почти наверняка были образованы галактиками, карниками, которые в настоящее время захватываются в Личный Путёк, или когда-то недавно были захвачены в Личный Путёк. Вряд ли давно, потому что если бы они были захвачены очень давно, то эти потоки могли бы уже сильно размыться, потому что эти звёзды продолжали бы своё движение вокруг Личного Пути, вокруг нашей галактики, и поток накручивался бы всё большее число раз, пока не произошло бы почти идеальное перемешивание, как в чашке, где мы смешали две жидкости разного цвета, и начинают крутить ложки. Вот первые несколько оборотов ложки хорошо видно, где жидкость одного цвета, а где другого. Но потом жидкости оказываются довольно хорошо перемешаны. Так и здесь. Поток хорошо видно только первые несколько оборотов. После этого можно считать уже с хорошей точностью, что звёзды распределены как всему голову нашей галактики практически одна. Этот поток Стрельца, кстати, образован Карликовой галактикой, которая тоже известна. Карликовая галактика Стрельца. Другие галактики, которые приближаются к нам в данный момент и в скором будущем тоже должны быть захвачены, и тоже должны сформировать какие-то потоки, это Большое и Малое Магеллановое облако. Ближайшие к нам крупные галактики. Ну и ближайший отверх массивная галактика, Туманность Андромед, тоже в настоящее время находится на курсе на сближении с нами. Вот, может, вы помните с позавчерашней лекции график Хаббла, на котором первые точки, соответствующие галактикам, на самых ближайших расстояниях, имели отрицательную скорость. Вот одна из них была как раз Туманность Андромеда. Галактика, которая не подчиняется закону Хаббла, не удаляется от нас, как это требовал бы закон Хаббла, расширение Вселенной, а наоборот приближается. Это потому, что на малых масштабах все еще продолжается формирование структур, на малых расстояниях объект гравитационно связан и не подчиняется закону расширения Вселенной. И что произойдет с Туманностью Андромеды со временем? Со временем мы должны будем слиться с ней, Влечный Путь должен слиться с Туманностью Андромеды, и из двух сверхмассивных спиральных галактик сформировается одна сверхмассивная эллиптическая галактика. Ой, извините, я думал... Сейчас как бы видео показать. Давайте вот тут я, наверное, закрою. Получается... Вот видео с моделированием снияния галактики. Вот это был Влечный Путь Туманность Андромеды и Туманность Треугольника, другая близкая крупная галактика. Это две дисковые галактики, спиральные галактики, в которых звезды сконцентрированы в плоскости диска. И вот они находились на косвенности сближения. Они не пошли напрямую друг к другу, они крутнулись друг вокруг друга, потому что имели не только радиальные скорости, но и какие-то скорости, направленные по углу. Пролетели, мимо друг друга, они разлетелись, но потеряли довольно много относительной скорости. Столкновение было неупругим. Скорость, энергия перешла частично в кинетическую энергию беспорядочного движения звезд. Поэтому они вернулись назад, столкнулись снова, потеряли еще большую часть энергии и со временем полностью слились. Из-за того, что у них моменты были направлены в разные стороны, после такого столкновения момент усреднился, момент импульса, а масса увеличилась. Теперь получилось, что масса довольно велика, момент импульса довольно мал, вращения уже недостаточно, чтобы диск был устойчив. Диск исчез, и осталась галактика без диска, только эллиптическая. Туманность треугольника осталась здесь, но со временем она также может слиться. Обратите внимание, что галактика, которая сначала была голубоватой, стала красноватой. Почему это происходит? Об этом частично говорим в массе, что эллиптические галактики в процессе звездообразования останавливаются. Там нет диска, на котором мог бы концентрироваться газ, а именно большая входность газа, достигающаяся в диски, является главным переключателем, который включает звездообразование. В эллиптических галактиках газ распределен более-менее однородно, и звезды из него формироваться уже не будут. Потому что плотности этого газа оказывается недостаточно, чтобы преодолеть, чтобы включить вот эту джинсовскую неустойчивость, о которой мы с вами Гаврия Георгиевича. Вот такое формирование структур, такое слияние галактики происходит не только на галактических масштабах, в общем, также сливаются массивные объекты, сливаются галу и на больших масштабах расстояние. В результате Вселенная, которая сначала была почти однородной, превращается вот в такую губку, где почти вся масса, почти все скопления галактики собрались в относительно малый объем пространства с большими пустотами между этими скоплениями. Ну вот здесь есть много всяких названий, которыми астрономы условно обозначают разные объекты, которые в таких случаях удается наблюдать. Ну, войны это пустоты, почти полностью лишенные галактики. Стены это одномерные объекты с повышенной плотностью галактики, с повышенным содержанием массы. Нити это одномерные объекты, тянущиеся от скопления галактики к скоплению галактики. Ну вот собственно сами скопления галактики. Сверхскопления это скопления скоплений, которые имеют еще большую массу. Ну, получается такая интересная топологическая структура с какими-то скоплениями галактики, между которыми тянутся вот эти волокна. Ну, каждое волокно может быть несколько скоплений на себе содержать. Стены тоже объединяют вот эти галактики. А где-то между стенами ограниченные стены получаются войны. Ну и эта терминология является довольно расплывчатой, потому что нет строгих определений того, что считать войнам, что нет, какая именно степень пустоты для этого нужна, ну и точно так же для других параметров. А служат все эти термины всего лишь для какой-то робкой попытки систематизации вот этой очень сложной структуры. Теория, которая за всем этим стоит, самая простая из таких теорий, это теория Блинов-Зельдовича, разработанная советским физиком Яковом Зельдовичем. Он рассматривал коллапс эллипсоида, рассматривал трехосный эллипсоид, постоянные плотности, и изучал, как он будет сжиматься под действием сил самогравитации. Оказалось, что раньше всего он сожмется вдоль своей самой короткой оси, сформировав блин, потом сожмется вокруг своей второй подлинной оси, сформировав нить, и потом в последнюю очередь сожмется вдоль своей самой длинной оси, сформировав скопление галактики. Итак, самая длинная оси, потом средняя, потом короткая. И по пути такой эллипсоид проходит через все вот эти стадии. Сначала получается стена, потом нить, потом скопление галактики. Ну, конечно, такие изолированные трехосные эллипсоиды в реальной вселенной не встречаются, все взаимодействует со всем, и когда формируется какая-нибудь стена, то на эту стену стекают галактики из соседних областей. Одновременно в самой стене начинается расклоение на нити, а по этим нитям галактики стекают в самые массивные скопления галактик, которые сформировались на пересечениях нитей. Вся эта структура, пожалуй, больше всего похожа на турбулентность, которую и так описать довольно сложно, а тут еще к этой гидродинамической нелинейности прибавляется еще и самогравитация, которая еще сильнее усложняет задачу. В принципе, уравнения, описывающие формирование структур, довольно похожи на уравнение гидродинамики. Работают те же самые законы сохранения числа частиц, тот же самый второй запор Ньютона в первом приближении. Когда мы рассматриваем формирование структур на масштабах порядка скоплений галатри, то их шейновский эффект и 4-ти еще не обязательно. Даже не тоннская теория дает хорошее приближение. И вот мы берем уравнение гидродинамики, прибавляем к ним гравитацию. нелинейность нелинейность этих уравнений приводит к формированию структур чем-то похожих на турбулентность. Хорошо описать это даже статистически довольно сложно. А вот предсказать конкретно по начальным условиям, что именно произойдет с течением времени в каждой конкретной точке пространства вообще практически невозможно. Все эти структуры оказываются в большом мере подвержены эффекту бабочки, который заключается в том, что маленькое изменение начальных условий может сильно изменить конечный результат. Ну, так или иначе, такими процессами происходит формирование структур, которые мы видим сейчас. В этой ячеистой структуре пространства, в этой вселенной, похожей на букву, формируются скопления галактик, формируются пустоты между ними. И вот здесь рисунок опять нашей первой лекции, сверхскопления галактик вокруг нас, вот сверхскопления веги в центре, великий аттрактор, предположительно находящийся в сверхскоплении и шерплении, или по крайней мере в том направлении, какие-то пустоты между галактиками, вот здесь они отмечены, имеются какие-то уплотнения галактик по линиям соединяющим скопления, вот здесь попытка то же самое изобразить в трехмерии и на чуть больших масштабах, ну вот здесь вы опять же видите эти нити, видите войны между ними, где-то здесь есть и объекты, которые отмечены как стены, вот, стена комы, стена цинтавра, стена скульптора, ну это еще один терминологический вопрос, чем это считать, какое, например, отношение осей, какая степень плоскости нужна для того, чтобы какой-то объект можно было считать стеной или, напротив, нитью. Ну, все эти структуры теоретически пока удается описывать только статистически, только в среде. Ну, например, такими теориями, как формализм пресса Шехтера, или удается описывать в очень упрощенных моделях, таких, как Лид и Зельдович. Конечно же, этого нам мало, и мы хотим то же самое промоделировать строго из первых принципов. Ну, и тогда мы переходим к формированиям структур такого типа, как те, которые говорил Масе. Все, о чем я говорю до сих пор, касается, прежде всего, темной материи. Именно она составляет главную массу, именно в ней структура формируется в первую очередь, потому что она не испытывает давление. В темной материи структуры могут сформироваться еще до того, как Женцовская неустойчивость позволит формироваться структурам в горячем межгалактическом газе. И уже тогда, когда сформируется головы из темной материи, на них может начать стекаться этот самый межгалактический газ постепенно изотваем. Ну, поэтому говорим прежде всего о темной материи. Представляем темную материю каким-то большим количеством частиц. И изучаем как эти частицы будут под действием взаимной гравитации объединяться в класс. Это в принципе похоже на то, о чем говорила Елена Юрьевна вчера. N-Value Simulation. М-частичное моделирование когда мы берем большое количество частиц и рассматриваем как все они будут двигаться друг относительно друга и будут ли они сливаться в какие-то скопки. Ну, мы не можем рассмотреть всю бесконечную Вселенную, нам приходится вылить какой-то объем этой Вселенной, чаще всего выбирая идет куб какого-то довольно большого размера. Желательно, чтобы размер был больше гига светового года, порядка гига парсека, потому что на таких расстояниях уже можно считать вещество достаточно хорошо однородным и уже на таком расстоянии мы сможем получить достаточно большое количество разнообразных структур. На меньших расстояниях все. Ну, у этого куба все равно будет граница. И вопрос, что делать с этой границей? Какие граничные условия нам задают? Когда мы решаем такую задачу, нам нужны не только начальные условия, но и граничные. Можно сказать, что за пределами границы куба ничего нет. Но тогда мы получим большую проблему. Этот куб тут же начнет сжиматься и коллапсировать. И мы получим совсем не ту Вселенную, которую мы хотели бы получить. Поэтому говорят следующий образ. За пределами этого куба находится другой точно такой же куб. За ним еще один точно такой же. И так далее до бесконечности. То есть накладывают периодически ограниченные условия. Говорят, что с той частицы выйти за левую грань куба, она тут же появляется с правой гранью, с такой же массой и с такой же скоростью. С той частицы выйти за верхнюю грань, она тут же появляется из нижней гранью. Вот такой зеркальный куб замок из одной себя. Кроме того, гравитация. Тоже мы считаем, как будто бы все эти частицы дальше во все стороны на бесконечность были бы распределены равномерно по всему пространству, там находились бы другие такие же точно кубы, заполняющие все пространство. И тогда эти другие кубы будут своей гравитацией также влиять на этот куб и не давать ему жраться. Считать вещество вне стенок куба однородным нельзя, потому что тогда возле стенок получится гораздо меньшая степень неоднородности, чем будет в середине куба. Вещество надо считать одинаково неоднородным во всем. И вот это закладывается в модель формирования структуры во всеми. Этот куб выбирается сопутствующим. То есть мы не фиксируем объем куба в пространстве, а позволяем этому кубу расширяться вместе с расширением Вселенной. По тому же закону Каунт. С той же скоростью, с какой расширяется вся Вселенная в среднем. Итак, в среднем кубе ничего не меняется, остается в среднем то же число частиц, но эти частицы перегруппироваются по-другому за счет гравитационных неустойчивостей. Чтобы промоделировать эти гравитационные неустойчивости приходится прибегать сглаживанию, софтинг, о котором также говорила Елена Юрьевна. Если мы не будем делать софтинг, то произойдет бешеный динамический нагрев этих частиц, они будут иногда приближаться к другу слишком сильно, слишком сильно рассеиваться друг на друге. И поэтому разгонятся до больших скоростей и смажем все структуры, какие есть. Почему это происходит? Почему это не физически? Потому что на самом деле мы никогда не можем замоделировать такое огромное число частиц, как реальное число частиц темной материи, которая будет в этом кубе. Мы не сможем промоделировать эти 10 50 или 100 частиц, мне трудно сказать по порядку причин, но в любом случае огромное число, которое там будет. Вместо этого мы объединяем эти частицы в какие-то довольно массивные объекты массами тысяч, миллионы, миллиарды солнечных масс. И эти массивные объекты уже двигаем и следим за их притяжением, используя что-то аналогичное N-buddy. Но тогда все-таки чтобы исправить неточность в том, что мы выбрали такие сверхмассивные частицы, нам надо им запретить взаимодействовать на маленьких расстояниях так сильно, как взаимодействуют сверхмассивные частицы. Нам надо сделать их сильно неточечными, и вот для этого помогает соприк. Делать полное N-buddy оказывается тоже довольно сложно. очень дорого в смысле продолжительности вычисления. И здесь идут нахит ретлюзи, которые называются Particle Mesh и Particle 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 Mesh. В чем идея этих метров? Particle Mesh заключается в моделировании не просто движения отдельных частиц в действиях всех попарных взаимодействий, а заключается в расчете гравитационных сил, действующих на каждую частицу приближенно с помощью быстрого преобразования Фурии. Идея такая. Мы пытаемся как-то размазать плотность частиц по всему пространству, в котором мы производим моделирование. Вводим какую-то среднюю плотность и раскладываем ее в интеграл Фурии. Потом, имея разложение плотности в интеграл Фурии, мы можем очень быстро численно решить уравнение полосона, которое связывает гравитационный потенциал с распределением плотности. Мы очень быстро находим гравитационный потенциал и потом у этого гравитационного потенциала берем градиент со знаком минус и получаем ускорение действующего на каждой частице. Что я в этой схеме еще не объяснил? Я не объяснил, как найти распределение плотности в ряда Фурии. У нас известно, где находится каждая частица. Вот мы берем это распределение частиц и действуем на него быстрым преобразованием Фурии. Получаем составляющие всех Фурии грандов. Ну и вот делая таким образом мы можем получить сложность нашего алгоритма непорядка n квадрат по числу частиц. Когда нужно считать заменитель каждой из каждой из n частиц каждой из n частиц всего n n n квадрат по числению. А получаем сложность всего лишь n логарифма для быстрого преобразования Фурии. Это гораздо быстрее гораздо эффективнее и позволяет возвести в квадрат число частиц при той же сложности вычисления. Ну, конечно, такое вычисление будет неточным. Оно правильно воспроизведет гравитационные силы на больших расстояниях, когда можно расположение частиц считать уже более-менее однородно. На маленьких расстояниях оно будет безбожно врать. И, чтобы избавиться от этих проблем на маленьких расстояниях, делать вот такое уточнение алгоритма. партикл-партикл-партикл-партикл-мэш. Это уточнение заключается в следующем. На больших расстояниях мы используем партикл-мэш, как я вкратце объяснил здесь, на маленьких расстояниях мы используем честное n-body simulation, то есть партикл-партикл взаимодействие. Все n-квадрат взаимодействия на маленьких расстояниях. Как Елена Юрьевна рассказывала вчера. И вот, делая такого кентавра с головой из одного метода и туловищем из другого, мы можем сохранить достоинства обоих методов. Мы можем получить хорошую точность, как в n-body, и можем получить высокую скорость, как в паттикл-мэш, потому что просчитывать двухчастичные взаимодействия придется не для всех частиц, а только для ближайших соседей частиц. А это вычислительно будет не слишком порога. Ну и вот этот Particle-Particle-Particle-Mesh метод показал себя как, пожалуй, самый эффективный метод для космологических моделирований за последние пару-десяти лет. Ну, начальные условия, которые нужно задать для такого моделирования, выбираются из известных теоретических предсказаний или, например, из космического микроволнового фона, в котором мы можем тоже померить неоднородности распределения подлости или хотя бы оценить их из имеющихся наблюдательных данных. Ну и вот, взяв такие начальные условия, решив задачу вот таким способом, с вот такими граничными условиями, вот в таком объеме, мы можем получить, как будет развиваться какой-то объем силен. и, пожалуй, самое знаменитое моделирование такого рода, намного опередившее свое время, а это был где-то 2005 год, у меня не записано депутат. Это было моделирование Миллериума, которое сделал Бюро Консорциум, консорциум Веди, так они себя назвали, под руководством Шпрингеля, Байта, только распределили, Саймона Байта и других ученых из Германии, Соединенного Королевства, США, Канады и Японии. Они использовали код GADGET, GALSISWILDUKMETER and GAS INTERACT, разработанный под руководством Фолькера Шпрингеля, который реализовал как раз Particle-Particle-Particle-Mesh моделин. Для этого расчета они взяли 10-10 частиц темной материи, массой 10-9 солнечных масс, каждая миллиард солнечных масс в кубе 2 на 2 на 2 гига световых года и запустили это на моделирование на суперкомпьютере в Макс-Матт-Институте по астрономии в Гархе в Германии. Вычисление потребовало более месяца и в конце этого моделирования они получили 2 на 10 в 6 степени галактик, 2 на 10 шестой галотемной материи, которые сформировались из вот этого первоначально почти однородного распределения материи. Ну и вот здесь на заднем плане вы видите одно из колонн, которые у них получились. Какое-то уплотнение в центре, уменьшение плотности на больших расстояниях и огромное количество карликовых галактик по краям. Кстати, сравнивая с тем, что вы привыкли видеть для распределения видимой материи в галактике, для распределения явности скопления в галактике, вы видите какое-нибудь противоречие и стыков? Хочется сразу что-нибудь забрать? Слишком много вот этих карликовых галок мы не видим в местном скоплении галактик, например, такое огромное количество карликовых галактик скопников. Давайте об этом поговорим чуть позже. А пока посмотрим еще раз на вот это моделирование веет. Вот это по-моему весь объем, который они промоделировали. Вот масштаб расстояния 1 гигапарсек делить на h h это постоянная х делить на 100 то есть вот это значение не точно известно, но мы ожидаем, что постоянная х где-то 70 значит постоянная х делить на 100 где-то 07 h это где-то 07 ну они стараются ну вот и консорциум веки и другие люди занимающиеся таким моделированием стараются делать свои моделирования наиболее общим не сильно привязанное с конкретному значению h поэтому результаты представляют в таком виде не уточняя значение h говорят как бы что если вам не нравится 70 а больше нравится значение 65 или 75 то вот просто пересчитайте масштаб и все равно применяйте результат нашей модели здесь указано что все это рассчитывается что все это показано на графике для красного смещения 0 что означает красное смещение 0 без расширения нет расширение само по себе заложено в эту модель если мы смотрим на вселенную на разных расстояниях то красные смещения будут везде разные на расширяющейся вселенной и где красное смещение будет стремиться к нулю на очень маленьких расстояниях правда когда мы смотрим куда-то очень далеко в далекое прошлое вселенной мы видим большое красное смещение когда мы смотрим на ближайшие окрестности на современное время мы видим практически нулевое красное смещение ну вот красное смещение использовали просто как индикатор то есть они начали с красного смещения минус начали с красного смещения несколько десятков что соответствовало вселенной которая была в несколько десятков раз моложе чем сейчас и провели моделирование вплоть до настоящего времени вплоть до красного смещения ну и вот это то что у них получилось давайте тоже выйдем отсюда и посмотрим их видео вот это все их частицы которые моделировали которые заполняли вот такой большой объем и в этом объеме сформировалась вот такая ячеистая структура и теперь мы делаем зуб приближаемся смотрим как эта структура будет выглядеть на меньших масштабах и вот масштабы тут везде окружены и теперь мы уже различаем отдельные головы отдельные волокна соединяющие эти головы вселенная становится уже очень неоднородной и мы делаем все больше зуб на одно конкретное голову видим большое количество галактик спутников совершенно справедливо слишком много галактик спутников видим волокна темной материи тянущиеся к этому голову по которому другие галактики продолжают стекаться на это голову сливаясь с ним и все больше и больше увеличивая массу этого и так большого голову ну здесь где-то в центре уже структура вся размазана получилось примерно однородное распределение но даже здесь все эти головы дается различий и вот там где-то самом центре может сформироваться галактика если будет сюда добавлен газ из которого можно открываться звезды вот мы вернулись назад снова на большое расстояние вот это внизу вот такие космологические моделирования можно использовать для уточнения стандартной космологической модели и это то о чем я тоже вот этот график я вам показывал предсказание формирование структур во вселенной в разных космологических моделях но это другой график получили из наблюдательных данных из того самого слон дичьего скайсерой из которого что сегодняшнего получалось поле потока где был поток стрельца вот это та самая наблюдательная программа на самом деле то что было использовано для получения поля потоков это только маленький побочный продукт это ибо слон дичьего скайсерой или здесь я скажу главная их цель была наблюдать галактики наблюдать галактики и снимать их спектр снимая спектр они могли получить красное смещение этих галактик и потом используя красное смещение по закону Каббла пересчитать расстояние до галактики положение галактики на небесной сфере мы знаем расстояние до галактики мы определяем из спектра по красному смещению с помощью закона Каббла и получаем точно где галактика находится в пространстве получаем вот такую ячистую структуру которая очень похожа на предсказание ям на себе и вот именно это и позволяет нам получить вот эту полосу которая дает очень точное ограничение на плотность материи во Вселенной сопоставляя этот результат с наблюдениями космического векового фона и с наблюдениями сверхновых мы можем довольно точно ограничить область где все эти эллипсы должны пересечься вот смотрите каждый из этих трех эллипсов это какое-то отдельное ограничение которому должны удовлетворять параметры космологической модели одновременно мы должны попасть и в синюю область здесь и в зеленую область здесь и в оранжевую область здесь желательно даже в ярко синюю ярко зеленую ярко оранжевую вероятность попасть в бледно-синюю бледно-зеленую бледно-оранжевую намного меньше вероятность попасть в белую вообще исчезающе мало. Такое могло случиться из-за погрешности на влюблении, но это очень маловерно. Итак, где же все эти фигуры пересекаются? Вот там, где они пересекаются, получается довольно маленькая область, какой-то маленький элипсик. И вот именно он дает нам параметры стандартной космологической модели. Да, с какими-то погрешностями, но уже довольно маленькие погрешности. Вы видите, что каждый из этих методов по отдельности имеет свои вырождения. Вот, например, космический микроволновой фон очень хорошо умеет определять кривизду Вселенной. Вот, когда суммарная плотность лямбда члена и материи равна критической плотности, равняется единице, то есть мы, когда находимся на вот этой линии, это хорошо согласуется с космическим микроволновым фоном. Если мы отойдем от этой линии вверх или вниз, получив Вселенную со слишком большой плотностью, то есть замкнутой Вселенной, или Вселенную с слишком маленькой плотностью, открытую Вселенную, то это будет плохо согласовываться с космическим микроволновым фоном. Таким образом, он позволяет уточнить кривизы. Но отличить добавку темной энергии с убыванием темной материи или наоборот, он не может. Вот по этой линии мы можем двигаться очень сильно. Получается, что у космического микроволнового фона, как индикатора стандартной космологической модели, вырождение вдоль этой линии. У моделирования формирования структур, у изучения скоплений галактик, вырождение в темной энергии. Вот здесь, видите, почти нет зависимости от плотности лямбда-члена. Зато очень хорошая чувствительность к плотности видимой и темной материи с ума аж. Действительно, если мы изменим плотность, увеличим плотность, например, структуры начнут формироваться сразу гораздо быстрее, и это будет хорошо заметно. А если мы изменим лямбда-член, то это всего лишь как-то изменит скорость расширения Вселенной, а на формировании структур, это повлияет только уже как-то во втором порядке довольно слабо. И получается, что хотя у каждого метода есть свое вырождение, в сверхновых методах при регулярном направлении вырождения, за счет того, что вырождение у всех методов разное, объединяя их все вместе, мы можем вырождение снять. И эллипс поврешенности, полученный в конечном ответе, получится не таким большим, как были эллипсы погрешности для каждого из методов хаотезис. И точность будет гораздо большей. Ну и таким образом и получается оценить стандартную космологическую функцию. На предыдущем слайде мне хотелось к вам обратиться еще с одним вопросом. Вот здесь видите такие протяженные объекты красненькие? вот сюда, вот сюда, вот он вытянутый, вот, вот что-то очень длинное. Вот тут парочка. Которые вытянуты по радиусу от центра. Еще раз, что мы тут видим? Вот это наше положение во Вселенной. Вот это все галактики. Чем желтее, краснее точка, тем больше там оказалась галактика. Черных галактик нет. Вот это какие-то скопления галактик. Все скопления галактик по форме оказываются вытянуты. Причем своей вытянутостью смотрят на нас. Правда парадоксально? Вот вытянуты, вытянуты направлены на нас. Вот вытянута, вытянуты на нас. Вытянута, вытянуты на нас. Вселенная анизотропна. Вселенная неоднородна. Мы занимаем выделенное положение Вселенной. Коберники все после него были неправы. Правда? Нет. Почему? Как так получилось, что, применяя закон Хаббла, мы получили кучу объектов, все сильно вытянутые по направлению к нам? Вот мы измеряли, что по радиусу не координаты, а скорости. И уже потом из скоростей мы пересчитали по закону Хаббла координаты. А закон Хаббла может быть очень плохо применим в некоторых случаях. В очень плотных скоплениях галактик. Когда где-то галактики образовали большую плотность, то там они движутся друг относительно друга с большими скоростями, чтобы не упасть. И эти огромные скорости, где-то скорости приближения, где-то скорости удаления, если подставить их в закон Хаббла, дают очень большой разброс расстояния. То есть вот эти все объекты, например, вот тут, на самом деле принадлежат какому-то одному массивному скоплению галактик. Движутся там с большими скоростями, это все скопление галактик в целом находится в какой-то одной точке. Но из-за этих скоростей мы неправильно пересчитали в расстоянии, подставив закон Хаббла. И нам показалось, что некоторые галактики ближе, некоторые дальше. Ну, вот эта погрешность, которую неизбежно дает такой метод, конечно. Но если на эту погрешность ввести коррекцию, то все равно получается хорошее согласование вот этой ячеистой структурой с вот этой ячеистой структурой, которую мы и ожидаем получить из моделирования. Парочка проблем таких космологических моделирований. Профиль Навара Фрэнка Вайта – это профиль распределения плотности в галактик в нейматике. Очень надежный результат, который был впервые получен еще 20 лет назад и с тех пор неизменно получается во всех моделированиях такого состояния. На галок продолжается падение других соседних галок. В центре плотность оказывается спадающая по закону как 1 делить на радиус, на периферии по закону 1 делить на радиус в кубе, с каким-то плавным перегибом между ними. В целом закона описывается вот такой формулой, которая хорошо согласуется со всеми данными, полученными из космологических моделиров. Заметьте, эта формула теоретически необоснована. Было бы замечательно получить ее как-нибудь теоретически, пока, насколько я знаю, никому не удалось. Но эта формула, вы видите, предсказывает бесконечную плотность центра. В центре каждой галактики должен образовываться кластер темной материи с плотностью, уходящей на бесконечность. Уже странно. С наблюдателями данными не согласуется. По-видимому, как-то в центральных областях галактики должна плотность темной материи размазываться. Должно получаться, как на тех графиках МАСИМУ, где яркость галактик размазывалась из-за какой-то fat function. Должна получиться обрезка здесь, с добавкой вещества здесь. И вместо яркого острия, каспа, должно получиться что-то более сглаженное. Core, ядро. Ну, возможно, проблема в ограниченной разрешающей способности наших моделирования. Возможно, эта проблема решится, если добавить к темной материи видимую материю. И видимая материя размажет распределение темной материи. По обоим этим направлениям идет работа, улучшаются моделирования непрерывно. Ну, и последние годы, как будто эту проблему действительно удается решать. Другая большая проблема, которую мы с вами уже отмечали. Слишком много карликовых галактик. Эту проблему называют проблема карликовых спутников. Dwarf satellite form. Если мы построим моделирование, ну, скажем, распределение галло по массам. Вот количество галло разных масс. Вот какую массу от... Простите, не массу, видимостью эту величину, но первых движений пропускаем друг к другу. Какую массу должно иметь галло от массы крупнейшего галло. Получается, во всех моделированиях, хоть для скопления галактик, хоть для галактики, вот такие зависимости. Примерно степенной закон. Хорошее согласование с наблюдательными данными для скопления галактик веке, например. И очень плохое согласование для наблюдательных данных для местного скопления галактик. Вот такая проблема. Получается, либо в местном скоплении галактик есть много карликовых галло темной материи, которые почему-то не сформировали скопление галактик, хотя темная материя там имеет большую плотность. Либо, возможно, почему-то и формирование галок не происходит, возможно, они почему-то размазываются. И на маленьких масштабах их формирование идет гораздо менее интенсивно, чем на больших. Возможно, это решилось бы учетом теплой темной материи вместо холодной темной материи. Если бы у темной материи была значительная скорость, приближающуюся по порядку личных скоростей света, там бы размывалось формирование структур именно на маленьких масштабах. Вот, собственно, местное скопление галактик, о котором мы с вами сегодня уже говорили, которое было на прошлом графике изображено. Вот, внешний путь, туманность Андромеды, галактика Андромеды, и туманность треугольника М33, три крупнейших галактики. Андромеда самая большая, наша поменьше, туманность треугольника намного меньше нашей. И много других галактик, которые еще меньше. Вот это туманность треугольника, это туманность Андромеды, вот большие и малые мателозовые облака, крупнейшие спутники нашей галактики, которые из них должны слиться. А вот скопление галактик в Веге и в Веге. Ну вот, три крупнейших из них, гигантских эллиптических галактик, которые по-видимому сформировались слиянием большого количества маленьких спиральных галактик через дерево слияния, и много других галактик меньшего размера. Вот здесь вы видите, что довольно ярких галактик много. И это, пожалуй, похоже на предсказание, добавимое моделирование в мире. Здесь проблемы карликовых спутников нет. А вот тут она есть. Вот эти карликовые галактики действительно карликовые, и их число очень мало, намного меньше, чем нужно было бы здесь. Ну, все, о чем мы с вами говорили до сих пор, относилось к темной материи. Ну, конечно, интереснее всего было бы эти гало темной материи населить видимой материи, населить газом, посмотреть, как в этом газе будут формироваться звезды, как эти звезды будут сами влиять на газ и так далее. Такие моделирования действительно делаются. Берутся гало галактики с того же моделирования Миллениум и пересчитываются на маленьких размерах с лучшей точностью, добавляя туда газ, звезды и другие ингредиенты. А все, что происходит на больших расстояниях, при этом перенимается таким же, как было в моделировании Миллениума. Таким образом удается избежать очень громоздкого пересчета для всего объема, но вот в маленьком кусочке объема точность удается достигнуть гораздо больше. Ну и вот переходя к тому, как живут и эволюционируют галактики, прежде всего мне хотелось бы обратить внимание на два пункта, которые для меня, когда я сам впервые стал заниматься галактиками, стали чем-то неожиданным, что ломало мою интуицию, которая выработалась за несколько лет учебы на физтехе и решение разных физических задач, в том числе по статистической физике. Я привык, что есть какая-то изолированная система, предоставленная самой себе, и в этой системе устанавливается какое-то термодинамическое равновесие. После чего мы можем по законам стат физики все хорошо считать. Распределение Максвелла, распределение Больцмана. Помню даже в студенческие годы я пытался как-то шутки ради распределения Максвелла и Больцмана применять к описанию динамики галактики и удивлялся, почему оно не работает. Ну и вот две главных вещи, которые я понял, когда начал заниматься этим профессионально, что галактики не стационарны и не изолированы. Галактика всегда взаимодействует со своими соседями. Падение галактик на галактике продолжается и в настоящее время и будет продолжаться еще очень долго. Эти падающие галактики как-то возмущают движение звезд, как-то перемешивают наш звездный диск, перемешивают газ. Питок газа тоже все продолжается и мы никак не можем поставить стенку, которая обгородила бы нашу галактику от всего окружения. Кроме того, эта галактика не стационарна. Равновесие не установилось. И не распределение максимума, не распределение большего. Здесь работать не будет. Здесь текут какие-то потоки звезд, которые остановятся еще очень нескоро. И приходится все это записывать не на языке каких-то усредненных величин, вроде температуры и плотности, а на языке распределений звезд по температурам и плотностям в разных точках пространства эти распределения оказываются очень нефривиальными. Здесь просто один из примеров. Две сливающиеся галактики. Мы уже видели сегодня антенны. Как бы вы их назвали? Мыши. Мышка с хвостиком. Вот вторая мышка. Тоже находятся в данный момент в процессе слияния. Другая восхитительная по красоте галактика, галактика-водоворот, которая тоже сейчас сливается с очень массивными спутниками. Ну и с нашей галактикой, по-видимому, что-то подобное происходило раньше, что-то подобное и даже еще более масштабное предстоит и в будущем, например, в случае слияния с туманностью огроменной. И это все, конечно же, приходится учитывать при моделировании галактики. Ну, как живет наша галактика в целом? Вот это, кстати, карикатура на галактике. Точно мы не знаем, как она выглядит, если посмотреть на нее сверху. Туда наши космические аппараты еще не инициалили. Для этого надо удалиться от галактики на расстояние порядка размера галактики. Но по замерам координат звезд, которые мы делаем отсюда, изнутри нашей головы,